Я ничё не понял И чё-то не особо помню, что там был какой-то выдающийся сюжет Или какие-то откровения от разработчиков Просто неплохой такой среднячок Персонажи средняковые Диалоги хоть и рофильные порой, но тоже средние Верно? Нет, это вовсе не так Ризан прекрасен А не прекрасен он только для унылых узколопочей Вообще создание данного ролика было непростым Но благо я пил имба Энерджи Вот он вкус победы Сегодня у нас вкус победы Буратино Если мема и река интернет-информации обошли тебя стороной То знай, что имба это замечательнейший энергетический напиток без сахара У данной вкусности разнообразие вкусов Как, например, спелая вишня Сочный арбуз дыня Насыщенный мангом ракуэ И, кстати, совсем недавно ряды вкусов пополнили ретро-варианты Барбарис, крем-сода, буратино Немедли и чапай на сайт, где ты сможешь приобрести имбу По самым разным выгодным акциям Которые, к слову, ограничены по времени Так что немедли давай И про мой промокодик не забудь Обязательно используй его Тут чё как чё Имба Энерджи Переходи по ссылке в описании под роликом И выбери свой вкус победы Сейчас я стою перед болотами Где обосновались люди Дона Эстебана Для тех, кто не запомнил Это такие мафиозники, которые крышевали Харбур Таун До того, как веруны им подсрачник дали Можете считать это первой партией, в которую мы можем вступить Хотя честно Лучше в говно вступить, чем в партию Месседж! Богданчик входит на болото, как домой И его сразу подзывает к себе Мужичок! Эй ты! Куда ты, интересно, собрался? Знакомьтесь, это Даг И он охотник при лагере Дона Именно он и его речи являются первым пазлом мозаики понимания болотного быта Эй, я просто решил пошутить Тут вообще-то иногда скучно Ну, если не считать могильных червей Инфу про Харбур Таун и конфликт с вернами вы и так знаете Но Даг всё это посыпает подробностями Весь Харбур Таун был наш, пока не появилась Инквизиция Вся эта их магия и мантии и прочие штуки Они выжили нас оттуда Между нами говоря, Дон получил удар по самолюбию С тех пор он сильно изменился Сам же Дон теперь крепко засел внутри руин И даже наружу вылезать отказывается Все уверены, что он там сидит и придумывает гениальные многоходовочки Хотя я лично подозреваю, что он там сидит и просто в очке пальцем ковыряется И это ещё повезёт, если... Себе я сказал Охоться Убивай И не задавай лишних вопросов Ещё у него можно попробовать узнать про самих верунов Но его знания достаточно расплывчаты И я бы даже сказал, стереотипные Что ещё ты знаешь об Инквизиции? То же, что и все К ним лучше не приближаться А то упекут в монастырь У них с головой не всё в порядке Думаю, с ними там что-то плохое делают В общем, я стараюсь держаться от них подальше И тебе советую Тебя послушать, так там их в жопу еб... Ну а теперь давайте спустимся на землю Даг поясняет нам, что болота опасны и полны всяких жутких тварей Как, например, болотными червями Которые, очевидно, буквально... Ну вы поняли Поверь мне, быть сожранным такой тварью Это не тот способ, которым должен умереть мужчина Одну из этих тварей наши лысые дури вместе с охотником убивают Да рубят нас сухпайки для лагеря Да, я не шучу В болотах особо нормальной живности не водится Поэтому местным приходят сожрать черти что Понимаешь, что значит быть охотником? Азарт преследования Радость попадания Эх Вот что доставляет мне удовольствие В любом случае, благодаря ему у нас есть много стейков для лагерной поварихи А это уже, считай, неплохой повод для визита, если вдруг кто спросит Ставь лайк, если бисторс для зоофилов Эх Вот что доставляет мне удовольствие В лагерь нашего кретина пропускают просто так, без каких-либо вопросов Сам же охранник около входа, либо под кайфом, либо идиот Ибо между ним и нашим лысым Богданом происходит замечательная химия Нуждики Эй, ты Ну? Никаких проблем сегодня? Нет А должны быть? Нет Наверное, быть охранником это весело Не особенно Кто тут главный? Дон Кто? Дон Точно Где Дон? В храме Он там молится, что ли? Ха! У тебя не бывает проблем с местными? С местными? Если они устраивают проблемы, им можно просто отвесить пинка А разговаривать с ними не пробовал? Ты, наверное, очень способный, раз стал охранником Я умею драться, а еще знаю, как стрелять из арбалета Ты можешь обучить меня? Стрелять из арбалета? Лагерь пред вашими очами И, пожалуй, именно тут наш герой очень даже скоро понимает Что идет все в данном сосайти по одному известному месту И катится в тартарары В первую очередь наш главный герой начинает свою журналистскую деятельность И знакомство с Рэйчел Это местная повариха Жена Дона И та, кто старается, тот следить за всем Пока ее муженек в храме с умной Харри шишку полирует Что? Очередной бродяга в поисках приюта? Или искатель приключений в поисках золота? Так или иначе Лишний рот в лагере сдается мне Могла бы сразу бомжом его позвать или нищебестолочью Думаю, он не обиделся бы На правду-то Безымянный мигом изъявляет желание попасть к Дону Но дама сразу же заявляет, что к Дону Без совсем уж веской причины попасть невозможно Богданчик же, конечно, пытается срумничать Проявив мастерство своего красноречия Но и тут исход очевиден Ты можешь помочь мне встретиться с ним? С чего бы мне делать исключение для новоприбывшего? Ты хочешь сказать, с чего бы, кроме моей мужественной красоты? Ха, уж поверь, видала я получше Унижен плюс попущен Кретиноид болтает с ней и до него доходит Что, чтобы чего-то добиться в лагере Надо батрачить, батрачить и еще раз батрачить Благо, работы в лагере много А если быть точнее, проблем много В лагере все идет из рук вон плохо Просто потому, что Дона больше интересует решение совсем иных проблем И ладно бы жену это возмущало Так нет, она наоборот беспокоится За душевное здоровье мужа И желает, чтобы все исправилось втихаря Без шума Ведь он у нее такой честный Бедный и хорошенький Не надо его беспокоить Дура, блин Эстебан раздает долю добычи всем рабочим В этом смысле он честный человек Женщина То, что ты сейчас описала В цивилизованном мире называется Зарплатой Рэйчел, конечно же, с радостью принимает помощь Но не особо верит в какие-либо успехи Потому что Ну, вы только посмотрите на него А мне еще особенно нравится Как наш герой пытается сказать слово Понимаю Но так, чтобы не походить на косипушу И стрелить иготики Принято Мда Похоже на то Точно Теперь пред Лысым Пукичем Открывается целый пласт обязанностей И гребаной лагерной рутины Если кто-то из зрителей ожидал экшена И приключений То осядьте Вместо эпика начинается Наша любимая Старая добрая колхозная фэнтези Теперь вы слушаете Положняк В лагере население поделено на слои По пирамиде Маслоу На самом верху находится дон С его приближенными Но они все в храме И поэтому хрен с ними Под ними находятся бойцы Охраняющие лагерь Под бойцами охотники за мясом А под охотниками работяги Копающие землю в поисках артефактов А в самом низу Находится наш лысый уродливый нещуган Рейчел уже сидит сбоку этой пирамиды В роли серого кардинала Так как понимает Что все обитатели пирамиды Дебилы По идее пока верхушка ведет свои мутки Бойцы должны защищать А рабочие купать золото с артефактами Дабы оплачивать Жизнь себе и тем кто их защищает Но как вы уже догадались Все тут даже близко не приближено К замечательной утопии Старого лагеря Нашему же бомжаре вполне очевидно Что разматывать столь запутанный клубок Стоит с помощью рабочему населению И поэтому заводит разговор С главным представителем профсоюза Знакомьтесь с рыко... С рыко... С работяга Хокинсом И от его слов У меня аж слезы навернулись Эй, а ты не похож на прочих людей Дона Я... Я из тех, к кому все остальные относятся Как к грязи Мы с рабочими тут каждый день Вкалываем по полной Начальники в нас нуждаются Но разве ж они это понимают? Вот пришли бы сюда сами посмотреть Как тут что Может их бы болотные черви Слопали Весиво спич Это буквально крика помощи Которую никто им оказывать не собирается Его задача следить за тем Чтобы все работали Но рабочие уже сами на грани Ведь на болотах полно тварей Жирающих рабочих за один присест Никто их, конечно, не защищает И чудовищ убивать даже не думает Но самое главное, что открывается Богданчику Это факт того, что во всем этом Буквально виноват один человек Нас к этому не готовили Этот сукин сын Брогер Должен был нас тут охранять Вот чтоб его воины хоть раз нас выручили А? Да черт с два Большинство из них пьяные в стельку Да Начальник всех бойцов Брогер Булдыка, который весь день сидит Жрет Пьет Чешет очко об скамейку И пугает всех своим грозным видом За своими бойцами он не следит Просто потому, что он ленивая и тупая срака Ставь Брогера, если ты считаешь Берсерк Юэм Гриффиит Да ты боё Мда Чел, видимо, важный Но пока мы с ним ничего сделать не можем Поэтому даже разговаривать с ним не будем Хокин же просит нас вразумить хотя бы трёх рабочих И по возможности помочь им, если нужно будет Рабочего по имени Дуайт Я быстро доставляю на путь истинный Угрозами кулака, готового отпружинить ему в пиздак Ты когда-нибудь слышал? Поспешишь? Людей насмешишь? Хм А ты слышал? Кто приказов не выполняет Тот пинок под зад получает Рабочий по имени Бреннан оказался более сговорчив И согласился отправиться работать Если мы обезопасим место И поубиваем кучу пожилой Молли Насекомых больше нет Правда? Они исчезли? Исчезли, сдохли, погибли С последним же рабочим дела идут немного сложнее Ведь он спятил Эй! Ты кто такой? Что тебе надо? Я не вернусь туда Не вернусь! Скажи им, что я не вернусь! Это всё храмы, возникшие из-под земли Голоса появились оттуда Кто это шепчет? Древние Всё, что они находят Храмы Они принадлежали древним И те идиоты хотят, чтобы я их откапывал? Осквернял их могилы? Единственный адекватный способ Его заставить работать Это найти в одном из сундуков на болотах Дешманский амулет с Алика И затереть ему, что это Особый колдунский оберег Можик держи медалью на оберег Анонимус безопасно срать в храм нефритовый стержень Вот и всё Проблема решена Сословие работяг может пока что Работает спокойно А Хокинса теперь не будет тонально терзать Местный заведующий доставкой артефактов Беппо Лодырь Споря, что ты ни единого дня в своей жизни Не потратил на честную работу Он, кстати, чмо и вредный пися А посему наш ехидный трулфейс Угорает над ним только так Эй! Что, эй? Надеюсь, что тебя прислал Хокинс Мне нужно, чтобы эти ящики увезли отсюда Какие ящики? Ящики с артефактами Что мы ещё можем везти? Выходит, тебе нужно перевезти ящики, верно? Это не просто какие-то старые ящики В них артефакты с места раскопок Что находится в твоих артефактных ящиках? Артефакты! А ты как думаешь, гений? Поговорим разумно? Я могу помочь тебе с этими ящиками Думаешь, что можешь? Отлично! Тогда за дело! Нет смысла просить, если знаешь волшебное слово Какое волшебное слово? Эй, ты ведь не из Инквизиции? Нет тут никакой волшебной ерунды Богдан помог работягам И тем самым решил огромный кусок проблем Ныне же можно сделать небольшой передых И подробнее узнать об этом лагере Путём общения с новыми людьми Хм, я тебя раньше не видел Ты кто такой? Свежий молодой человек Жаждущий испытать азарт бандитской жизни? Ээээ... Может быть Его зовут Сэм Он главный охотник А ещё главный доказательство того, что в лагере Всё идёт сикость-псикость В данный момент он вместо того, чтобы охотиться Пилит древесину Для булдыги брогеров И древесина эта идёт не на ремонт его лачуги Или крафт А на костёр Вроде игра немецкая А вот ментовской произвол Очень даже наш Российский В общем, Сэм очень даже проникается Нашей ситуацией Решает тоже подкинуть пару идей, как попасть к Дону И эти идеи очень даже годные Дон Эстебан Жадный до золота И драгоценностей Аскет А посему какая-нибудь очень дорогая безделушка Могла бы открыть нам дорогу Промежь его сердечных полупопий Хм, то есть полушляхичей Сэм советует нам посоветоваться С Оскаром Ты тут кузнец Кузнец? Я похож на человека Который круглыми днями гнёт подковы Я ювелир Слово за слово И мужичок вываливает нам Что-таки есть способ попасть к Дону Всё, что не блестит, ему не к чёрту Не удивлюсь, если когда-нибудь Он собственную жену в золото закатает Особый золотой меч Точнее мечом он был раньше А нынеша он разлетелся на куски золотые И вообще, скорее всего, их уже успели найти Да закричить все, кому не лень Сволочи! Очень в духе доброй и светлой фракции На честерну захочет стать каждый Следовательно, встаёт весьма логичный вопрос Как и у кого найти куски меча? Оскар говорит, что очень много чего видел некий охотник Луис Но тут есть один очень коварный нюанс Луис заядлый алкаш Ты тут один? Что? Ты тут один, говорю? А, да Не ори, я не оглох ещё Вот вы будете смеяться Это, между прочим, очень мудрый персонаж Который прохавал жизнь Правда, эту мысль ненадолго перебил косяк с озвучкой Что можешь мне рассказать про лагерь Дона? Могу сказать, что там, через пару дней Сам начнёшь заворотник закладывать Хотя, возможно, это не косяк И он просто допился Вот тебе пиво за информацию Принёс Ты прекрасен Спасибо тебе Сэр Вы настоящий Дантона Поэт А не какой-нибудь засранец Мы узнали про обломки меча Алкаш перечислил всех, у кого эти обломки имеются А именно у некого Крейга Некого Доргана Доргана У Брогера Что очень и очень не кстати И самого Луиса Он его отдаёт, кстати, за два пиваса Пиво Пиво Что ж, как вы можете понять Хотим мы этого или нет Но пора заняться бандитской солдатнёй Для того, чтобы вам была предельно понятна Суть мышления локальной солдатни Я Вместо того, чтобы чапать к Брогеру Отправился и поговорил с одним из его бойцов Лоренцо Ха Не люблю лица Которые мне не знакомы А у тебя, мордашка, ничего Немножко припудрить И хоть сейчас в бордель Это сейчас было агрессивное проявление Гомосексуальной энергии или что? В любом случае, он по речам Богданчика Сразу понял, что перед ним за фрукт И не постеснялся высказать своё мнение Слушай, меляга А ты туп как навоз Энивей, Лоренчик решил предложить нашему Аболтасу Кооперативный квест по зачистке руин неподалёку Однако, стоило отойти от лагеря Как он совершенно внезапно завёл с нами диалог по душам Такие как ты Источник неприятностей Я таких уже встречал не раз Я хочу, чтобы ты исчез Навсегда Так То есть в храм мы не идём Богданчик с Лоренцо устроили махач В ходе которого Салдафон совершенно неожиданно Для самого себя словил по своему фейсалу Хочешь оставаться в этой дыре? Ну и на здоровье Ну и теперь, когда вы поняли, чего нам стоит ожидать Можно идти и наконец-то поговорить с этим знаменитым на весь лагерь брогером Эй ты Разве похоже, что я хочу с тобой поговорить? С нами он говорить не желает Мало того, он решает послать нас метнуться с шестёркой на кухню Да принести ему кусок мяса Богдан, конечно, будучи свободно мыслящему гаушу кукол Диньо Взял да метнулся Как это в жизни и бывает Еда оказалась ключиком к его сердцу И он разрешил бритному беженцу поработать на него А именно разобраться с двумя бойцами С Клейм, который чилит около костра И всё не хочет идти и менять товарища на посту И Доргана Который просто взял и куда-то пропал Так, вот тут на самом деле всё достаточно легко У тебя усталый вид А у тебя вид отвратительный Проваливай К челику около костра мы просто лупасим до обморока И вынуждаем делать, что велено А вот бедолагу Доргана мы находим мёртвым в пещере Видимо, его убило Это толпа летающей махтавты воли Господи, помогите, как их много, как их убивать Тут-то и начинаются любопытности На трупе солдафона мы находим список Список людей, которые должны Брогеру за защиту На всякий случай уточню, что официально никто никому ничего платить не должен в этом лагере Ага, конкретно с этого момента Богданчик начинает гениальную аферу Вместо того, чтобы рофлить над Брогером и отказываться отдавать ему список Необходимо сделать вид, что он на его стороне И тогда Брогер за это поручит лысому собрать дань самому Конечно же, дело это оказалось не особо приятным И порой пришлось услышать пару добрых слов Мы работаем, кормим тебя, дрова тебе носим А ты всё равно с нас последнюю копейку дерёшь Отжатие бабла особого труда не требует Разве что чутка выкобянивается местный пивовар-рабар Что? Только не говори, что ты один из прихвостней Брогера Скажем, начинающий деловой партнёр Он, кстати, на этих болотах выращивает Болотник Бррррр, то есть Брюгал Но вместо косяков он стряпает из них особый болотный пивас В общем, для него мне пришлось урыть пару тропических упырей И лишь после этого он отдал деньги Богданчик же в свою очередь собрал со всех долги Кроме разве что вот этого челика Я хрен знает, как он умер, честно, я тут ни при чём Я выполнил работу Я оставляю золото себе Я знал, что ты хочешь меня надуть Думаешь, ты можешь обвести Брогера вокруг пальца? Тебя, рыбка, ждёт большое потрясение То, что произошло после этих слов, меня поразило Это случится тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать Да? Вместо того, чтобы встать Да ну давай Богдану по роже Он стерпел И это очень важный сюжетный момент Весь этот и вся суровый мужик Горомышц опасный Брогер На деле не более чем трепло Которое кидается дёрзкими словами Но на деле сидит и терпит Он буквально как озон, который только и может, что бить свой стул Булдыга на нас обижен Но это ещё не победа Знакомьтесь, это Крейг Он тоже боец Но доброжелательно и подкин на баблишко Он устраивает тотализатор От скуки и болотной гнили в мозгах бойцы то и дело бьют друг друга на арене И если хочешь золота, я тот, кто тебе нужен Люди сражаются за золото? Ничего удивительного Люди сражаются за золото с начала времён Можешь даже поставить сам на себя Если захочешь выйти на арену Первым делом я решил сломать нос унылому Пухичу Блюдок А потом хотел ещё раз отдубасить Лоренцо Но тот, наученный годким опытом, отказался Поэтому я отправился к бойцу Доминго Который своей рожей уж больно похож на Влад Галакаса Ты дрожишь как заяц, Доминго Большой жирный кусок зайчатины Да замолчи, не лезь в интернет, когда я здесь, понял? И, блядь, просто надо Займись, тварь, делами, блядь Сидишь книжку почитай, не гадость, блядь Крейг за компанию Тоже по роже получил Таким макаром Богданчику осталось лишь побить Брогера Но даже тут негодяй все увиливал и увиливал Ради боя с тобой Я никуда не пойду Я сразился со всеми твоими бойцами и победил их Теперь ты-то выйдешь со мной на арену? Ты, трус Эй, рыбка, немного уважения? Обидно, да? И именно вот так Богданчик поставил на место буквально все боевое сословие болотного лагеря Забавно, как Брогер все случившееся попытался перевести в позитивное русло Мол, ты норм чинек, давай работай со мной, многого добьешься, да Думаю, что я и сам смогу сделать из себя кое-что Ты дерзи... Ты дерзишь людям И не понимаешь, что тем самым роешь себе могилу Угроза не столь действенна, если исходит от побитого человека Что ж, давайте подытожим, что мы сделали Помогли работягам Заставили солдатню выполнять обязанности Спреили Луиса Избили Брогера А значит, освободили Сэма от обязанности рубить дрова И подняли настроение Рэйчел Мне нужно где-нибудь поспать Хм, займи Лачугу Брогера Ну, я сюда прибыл с полным ртом песка Так что Лачуга на болоте, это уже прогресс Плюс Богданчик у всех бойцов отобрал куски золотого меча Которыми с радостью занялся Оскар Я тебе покажу, на что способен настоящий мастер Если, кстати, не пытаться обмануть его или развести То он с радостью возьмет нас под мастерье И обучит кузнечному делу Угу Есть вопросы? Нет Я все понял Спасибо тебе Похоже, Богданчик справился со своей задачей успешно Теперь можно идти знакомиться с Доном А еще зацените, какой у нас прекрасный работяжий лук Кстати, у меня имеются весьма классные футболки Это, если что, не реклама Я просто чисто посестрински советую вам приколдесные штуки Которые можно приобрести в паблике Гранч Я продавал приколы Ладно, в общем, переходите по ссылке в Крончи И затаривайте прикольчики, ребят Нас пустили в храм Под клятву не ловить покемонов Долгожданная встреча с Доном Эстебаном Оставила у меня весьма неоднозначные впечатления У тебя привычка входить без предупреждения Кто ты? Буду предельно краток Все то, что мы сделали в лагере Его вообще не интересует Какие-либо аргументы, доводы на него тоже не действуют Твоя жена Рэйчел мне верит И ты полагаешь, что я верю своей жене Но стоит Богданчику вывалить из штанов свой аргумент в виде золотого мечика Так он сразу же разжижился, как кал после молочки Вот оно, прямо у меня в руках Вот, возьми золото в награду за свои усилия Гордость съедена заживо Это, конечно, хорошо, все прекрасно, но... А чем ты сейчас занят? А тем временем я выкапываю из руин столько золота, сколько возможно Бабки, бабки, сука, бабки! Он рассказал, что они тут золото копают, набирают силы, выжидают моментов Ну ладно, без проблем, но... Ты-то конкретно чем занят? Тоже золото копаешь? Давайте посмотрим, какими обязанностями нашего Богданчика обрадуют сейчас Может, все не так плохо Дон просит скинхеда сходить в Харбортаун И узнать у его информаторов насчет всего происходящего там Но! Назови имена своих людей в Харбортауне Нет-нет Я тебе еще не доверяю Кретиноид, ё-моё Я старый еблан В город я, конечно же, пойду Но перед этим выполню квест, который окончательно поставит все на свои места Знакомьтесь, это Финчер Он что-то типа правой руки Дона Он вешает на нас важное для лагеря задание Неподалеку от болот находятся руины полной верунской солдатни Надо бы эти места освободить, тем самым обезопасив себя от возможного рейда Да и заодно, чтобы Дон смог себе присвоить все тамошние богатства Я поначалу подумал, а почему бы и нет? Тем более нам позволяют взять под командование всех бойцов Вау! Мощь маскулинная бежит Правда, вот по прибытию я заметил Что убиваем мы не каких-то там злобных, кровожадных, вооруженных еретиков А кучку охранников и множество рекуртов Которые там выступали в роли рабочей силы Рекурты были вооружены палками Резня! Благодаря болотному лагерю Богданчик только что стал военным преступником Нет, нет, я не виноват Я просто выполнял приказы И что самое, сука, самое Дон все равно отказывается выдать нам броню Потому что наш герой все еще чмо в его глазах Ради своего народа Ради своего острова А когда я сказал Хокинзу забрать все ящики из-за жертвого лагеря Так кто-то чуть рассудок не потерял Это все? Что Беппо, что ты, что все остальные? Думаете, что можно нас гонять? А знаешь, что если за работой улыбаться, чувствуешь себя лучше Если я тут сдохну, ты будешь виноват Вот вам и ламповый болот на гнилостый лагерь, ребят А что думаешь ты, чел? Мой замечательный зритель Пиши свое мнение по данной фракции И не забудь поставить лолипопс на ролик И заодно нажать на заветный колокольчик А то у нас только 20% аудитории пользуются колокольчиком Это что за беспредел такой в зрительском профсоюзе, а? Жду я ваши комментарии, ваше мнение Оно максимально важно И не забывайте Я все комментарии читаю Вот помните тот ролик, да? Где я говорил, я любил в детстве играть Я до сих пор там комментарии читаю И что самое смешное, там комментарии до сих пор и пишут Ладно, я пойду Мне еще в Карпорт Таун чапать А вы же напоследок Посмотрите на главную болотную достопримечательность Somebody once told me The world is gonna hold me I ain't the shabbest tool in the shed She was looking kind of dumper With her finger and her thumb In the shape of an L on her forehead Well, layers start coming And they don't stop coming Back to the rules And I hate the running Didn't make sense not to live for fun Your brains get smart But you can't let them up So much to do So much to see So wrong with the taking the backstits You'll never know if you don't go You'll never shed if they're going slow Hey now, you're a lot of star You get the game on Go play Hey now, you're a rock star Get the show on Get paid All the glitter is gold All the shooting stars Break the mind Go on Go on Продолжение следует...